День уличной музыки День уличной музыки День уличной музыки День уличной музыки То есть любой музыкант, который, в принципе, владеет любым инструментом, может выйти на улицу и стать, собственно, участником дня уличной музыки Даже мы с вами можем стать участниками, если хоть немного можем играть на музыкальный инструмент Так и мы его использовать не будем коллективом «Утро» Любой человек может стать участником Не впервые проходят данные мероприятия, данный фестиваль, а уже в третий раз, да, вы его проводите В Одессе, да, и в целом в Украине Изначально событие случилось в Литве Вот Дима может рассказать Ну это как начинался День уличной музыки Все когда-то начиналось В принципе, не так уж и давно Вот некоторые праздники уже сотни лет длятся, происходят А этот в 2007 возник в Литве Его создал замечательный человек, Лерин друг Андрюс Мамонтоваз Вот, и потом подхватила другая страна соседняя, Латвия, Ирландия, Нидерландия Великобритания даже Постепенно этот праздник за короткий срок стал всемирным, международным Да, и каждая вот такая традиция появилась в третью субботу мая Каждый год музыканты собираются в каждом городе, в каждой стране практически Во многих странах, по крайней мере, на улицах города, на различных улицах Вот, и играют для людей свою музыку разных направлений Вот и хип-хоп, джаз, либо классическая музыка, в принципе, направления не важны И вот в 2014 году в Киеве и в 10 украинских городах Общественная организация «Логистичный штаб» организовала всеукраинский день уличной музыки На тот момент мы, к сожалению, не знали, что ребята организовывают по всей Украине Это великое событие И тоже скромно в Одессе арт-профспилкой нашей общественной организации Организовали тоже день уличной музыки возле памятника Бабеля Это был 2014 год, собрались музыканты разных направлений, любители Как много музыкантов? Были разные музыканты, были и участники группы «Дети Фиделя» Евгений Хандышко в тот момент Около 50 музыкантов откликнулось Да И такой замечательный случай произошел Мы там поместились все возле памятника Бабеля Они приходили и уходили Да, то есть это такой был поток интересный Ну и такой замечательный случай произошел Мы как раз праздновали возле репетиционной точки Такого коллектива одесского Крэйзи Драмерс, сумасшедшие барабанщицы Девочки-школьницы, играют на барабанах Когда они вместе это делают Это, конечно, потрясающе И вот мы когда собирались Они тоже собирались на какой-то концерт Они приехали тогда Нет, они уезжали А когда мы уже близились к финалу Они приехали с концерта И видно было, что им хотелось просто в обычной одежде С ними с собой будучи поиграть И они уговорили своего учителя Чтобы он им позволил поиграть вместе с нами И тоже присоединились сразу 15 или 20 барабанщиц Это было, конечно, здорово Я вот сейчас вспоминаю У меня мурашки идут по коже Это было потрясающе В ближайший, собственно, день уличной музыки Будет 20 мая Время уже мы тоже знаем С местом, я так понимаю, еще не определились Мы ждем решения городского совета Заявление мы подали Его рассмотрели Точнее рассматривают Нам дали номер Все как положено Все по правилам Мы хотим официально Вот хочу отметить, что в этом году Мы связались с Олесей Корженевской Это руководитель, глава организации Логистичный штаб И продюсер всеукраинского дня уличной музыки В данный момент хочу отметить, что Ребята собрали 42 города И параллельно 20 мая День уличной музыки Благодаря логистичному штабу Будет проходить в 42 городах Параллельно Вот с 12 дня до вечера В Одессе представители мы Общественная организация Арт-профспилка Мы заботимся о том, чтобы это прошло официально Чтобы было много участников Отдельно Медиаплатформа Профитек Медиа помогает нам организовать Профессиональную сцену Чтобы это были колонки Чтобы это были комбики для гитаристов Специальные там Там тонкости действительно огромное множество Для того, чтобы мы могли получить качественный звук Да, будет качественный звук Будет две площадки Одна из них акустическая Там будут этнические музыкальные инструменты Перкуссионные Там-тамы и так далее А вторая площадка будет уже с профессиональным звуком С электробас-гитарами и так далее Потому что разные музыканты Уже известно, кто будет принимать участие Или продолжается прием заявок? Продолжается прием заявок До 15 мая можно подать заявку Можно найти нас в Фейсбуке В Фейсбуке есть ссылки на анкеты Там все просто Ответить на несколько вопросов А какие условия участия? Условий в принципе нет Вам просто нужно Должно быть желание Вы должны хотеть этого в первую очередь Быть музыкантом И рассказать, показать Сыграть свою музыку для людей Какой-то отбор может быть Есть маленькое условие Каждый музыкант должен прежде всего Желать нести добро в этот мир Как можно больше света При помощи прекрасной музыки Музыка это очень гармоничное явление Очень прекрасное Поэтому если в правильных руках Находится музыка Музыкальный инструмент И правильное сердце подсказывает Что делать этим рукам То этот человек будет участвовать Но никакого строгого отбора В этом плане нет Допустим, да Вы предварительно слушаете ли коллективы Которые собираются участвовать? Мы многих знаем и так в принципе Так как мы вращаемся в этой среде Ну и сейчас с этим просто Если, например, надо послушать Можно зайти в интернет И за две секунды скажите все, что надо Уже знаете, какие стили, допустим, будут представлены на этом фестивале? Ну вот знаю точно, будет группа М16+, Они играют вот что-то такое Блюз, рок-блюзовую, там бас, там гитара и барабаны и вокалистка Тимур Белкин, это акустическая сцена у него Фолк Фолк Рассматриваем Вот хотим позвать обязательно барабанщиц Я думаю, что им с радостью захочется поучаствовать Потому что они заряжают очень сильно энергией И я думаю, что если вот они поиграют в этот день, это будет здорово За одесский колорит кто-нибудь отвечает в этот фестиваль? Мы надеемся, что да Пока это все в процессе Пока регистрация в процессе И я думаю, что будет много исполнителей и много направлений Сколько будет выделено времени для одного музыканта, чтобы познакомиться с его творчеством? Потому что я понимаю, что и для музыкантов это тоже очень полезный опыт И до сих пор можно принимать заявки Давайте еще раз повторим этот месседж именно тем, кто сейчас нас видит Либо потом будет пересматривать видеозапись Заходите в фейсбук на страницу артпрофспилки общественной организации Либо сразу же пробивайте День уличной музыки в Одессе Там есть анкета участников Вы просто переходите по ссылке, это очень удобно С любого смартфона можно зайти и заполнить анкету Это очень быстро, пару вопросов И вы участник Дня уличной музыки в Одессе и Украине Всего мира, это очень большое событие Да, этот праздник, мне кажется, больше всего интересен тем, что в один момент по всему миру Миру одновременно играют музыкальные инструменты Да, потрясающая энергетика будет во всем мире А какая вообще основная цель этого фестиваля, который вы преследовали? Показать больше наших исполнителей Или познакомить их с одесситов, с их творчеством? Целей действительно сразу несколько Во-первых, перезнакомить музыкантов между собой Во-вторых, познакомить публику с музыкантами одесскими Потому что в основном будут одесские, не считая тех, кто приедет из Нью-Йорка Из Лос-Анджелеса Это шутка Возможно, в дальнейшем, через пару лет, почему нет? Конечно же, можно идти по улице и услышать музыку из автомобиля, играющую Или из окна дома Или можно просто одеть наушники и слушать Но есть, никто еще не отменял музыку, которая звучит непосредственно вот из инструмента Непосредственно из динамика, когда сам исполнитель играет эту музыку, поет И в этом есть какая-то аура неуловимого добра искусства Который в любом случае передает собой что-то светлое человеку И вот это основная из наших целей Ну и объединение, естественно, такой классический образ искусства Который объединяет всех людей на планете И неважно, кто мы Сплошные светлые посылы Это очень здорово Это в духе и нашего проекта Рады, что вы организовываете подобное мероприятие в городе И пока оно проводится один раз в год Пока да, это традиция Каждую третью субботу мая проводится Всемирный день уличной музыки Вот такая традиция В Одессе любят и ценят уличную музыку Наверное, с ней можно познакомиться каждый день, когда вы гуляете по центральным улицам Ну а когда это будет такое масштабное событие, объединяющее весь город По-моему, это здорово Давайте еще раз пароли явки 20 мая 20 мая с 12 до 9 часов вечера в центре Одессы Надеемся, что прям совсем в центре вы нас услышите, увидите Надеемся, что это будет горсад Предполагается, что это будет либо горсад, да? Либо горсад Хотелось бы сцену с колонками в горсаду Возле памятника Дюку Доришелье акустическая сцена В зависимости от того, что вам больше нравится Либо просто гулять, можно смотреть на две сцены по очереди Вот, ждем вас в это время возле этих мест 20 мая, начиная с 12 часов, в центре города можно будет послушать музыку разных стилей, разных жанров и разных направлений Все это будет фестиваль День уличной музыки Спасибо огромное за то, что пришли к нам сегодня в гости, рассказали об этом празднике У нас в гостях были Дмитрий Заблоцкий, украинский философ, директор арт-профспилка И Валерия Заблоцкая, координатор проекта арт-профспилка Ну а утро на седьмом продолжится через нескольких минут сразу после рекламы